Меня зовут Майкл Ньюмен. Я из Нигерии, штат Анамбра. Проживаю в Габоне. Вот мое свидетельство. Я был мучен духом похоти, мастурбации, курения, распутства и пьянства. Со всем этим я стал христианином, без освобождения. Я проповедовал Слово Божье и евангелизировал. Послушайте, что он говорит. Он стал христианином без освобождения. Сегодня таких тысячи. Когда вы христианин без освобождения, вы религиозник. Есть разница между христианством и религией. Вам не нужно освобождение, чтобы стать религиозным человеком, но вам необходимо быть освобожденным, чтобы стать христианином. Потому что христианство – это взаимоотношения с Иисусом. А Иисус – это освободитель. И чтобы у вас были взаимоотношения с Ним, вам необходимо освобождение. Вот почему сегодня в собрании из 20 людей, утверждающих, что они христиане, едва ли один из этих 20 будет христианином. Остальные 19 – это религиозные люди. Что такое религиозный человек? Одно из отличительных качеств таких людей – это постоянные жалобы. «У меня болит голова», «У меня боли», «У меня то», «У меня это». Они думают, что их боль и проблемы прикончат их. Я проповедовал Слово Божье и евангелизировал. Но этот грех по-прежнему мучил меня. Этот грех самоудовлетворения был таким сильным, что я относился к проповеди как к развлечению, потому что людям нравилось это. Но временами я срывался. Через этот грех я начинал курить, пить и жить распутно. Все это приносило мне много потерь в жизни. У меня ничего не получалось. Моя жизнь шла под откос. И я начал задумываться, «Может, Иисус – это просто религия, как все другие религии, просто обычное верование. Может, его не существует, потому что, сказать по правде, чудеса, которые мы здесь видим, я никогда ничего подобного не видел. Я прочел много книг, когда занимался проповедью и учением Слову Божьему, но не видел ничего подобного. Один из моих друзей показал мне как-то имануэл Тиви. Мы наслышаны об этом человеке. Люди много говорили о нем. Забудь об этом. Но он сказал, «Нет, ты должен посмотреть это». Я сказал, что не хочу. Даже в нашей церкви нам говорили не смотреть всякие разные христианские каналы, особенно такие, как этот, синагоги. Однажды я был у моего друга, и он смотрел «Имануэл Тиви». Когда я услышал это послание, в котором говорилось, что если вы допустили ошибку, какие мы все делаем, не бегите от Бога, бегите к Богу. Услышав это, я сказал своему приятелю, «Не переключай этот канал, я хочу послушать, что этот человек Божий тебе Джошуа скажет». Я думал, вдруг он скажет что-то важное, и поэтому смотрел послание. Я слышал много проповедей, но никогда до этого не слышал таких простых и сильных слов. Я спросил у приятеля, «Как мне провести себе этот канал?» Он сказал, что мне надо купить декодер, и он сам позвонит мастеру, который установит мне его. Я согласился и стал торопиться, потому что это послание так сильно коснулось меня, потому что из-за этого греха я убегал от Слова Божьего. Мне не нравилось его слушать. Оно наводило на меня страх. Я думал, что Бог ненавидит меня. Но это послание дало мне надежду и ободрило меня тем, что для меня все еще есть надежда. Итак, я начал смотреть Имануэл Тиви, и я увидел, что там происходят чудеса. То, о чем я читал в Библии, я увидел в реальности. Я подумал, что это постановка или что-то в этом роде. Я сказал одному из моих друзей, что то, что я видел по Имануэл Тиви, это именно то, о чем говорится в Библии. Он сказал, что это все правда. Я спросил, и все это происходит в моей стране, в Нигерии? Он сказал, да. Я сказал, что хочу видеть силу Божью. Я сел. У меня была с собой пачка сигарет, и я продолжал жить прежней жизнью. Но меня удерживало то, что он сказал, что если мы сделали ошибку, мы не должны бежать от Бога, но бежать к Нему. Я сказал, Боже, сейчас я не убегаю от Тебя. Я буду взирать на Тебя, пока Ты не изменишь мою жизнь. И я смотрел Имануэл Тиви. Когда человек Божий положил руку на экран и сказал молиться, я все это делал. Я потушил сигарету. Я подошел к экрану, положил руку на него, когда человек Божий молился. В тот же миг меня что-то оставило. Ко мне само по себе пришло решение собрать все сигареты, которые у меня были на кухне, в гостиной и в машине. Я собрал это все и выбросил в мусорный ящик. Я обернулся в комнату, в которой было много порнографического видео. Я собрал все и выбросил. Я сказал, что не буду больше смотреть это. Я не курил. Я не вспомнил о сигаретах на следующий день. Я пошел со своими друзьями в ресторан поесть. Мой друг курил. После еды он купил сигареты и предложил мне. Я помню, что тогда сказал, что не курю. С того момента, как вчера я, возлагая руки на монитор, молился, я забыл о сигаретах. Он сказал, да ладно, мы тебя знаем. Я беру несколько сигарет, а ты куришь пачками. Как ты можешь говорить, что ты просто перестал курить? Я сказал, нет, я не курю. Оставь себе сигареты. Это освобождение, реально. Это было так, как будто я никогда не курил раньше. Поэтому, если вы хотите стать христианином и все еще сражаетесь с подобными пристрастиями, то это религия. Вам необходимо настоящее освобождение. Когда вы будете освобождены, то почувствуете себя совершенно другим человеком. Я стал прислушиваться к себе и поражаться произошедшим. Это было так, как будто я никогда не курил раньше. Я не сдерживал себя специально. Я стал говорить об этом людям, а они смеялись. Те, кто хорошо меня знал, говорили, что я начну снова, что они знали меня еще до того, как я стал ходить с Библией. А сейчас то же самое. Я сказал, нет, это другое. Раньше я делал это сам, но сейчас Иисус взял на себя все. Это не драма. Когда вы простираете руку и молитесь со мной, Дух Божий входит в вас и вы оставляете эти вредные привычки. Зрители всего мира, сейчас пришло время. Вы выслушали свидетельство нашего брата. Теперь примите свое. Так как вы видите Божью силу, то нет болезни, которую Иисус не мог бы исцелить. Нет немощи, которую Иисус не мог бы вылечить. Так как вы видите Божью силу, нет времени, которого Иисус не мог бы понести. Так как вы видите Божью силу, доверьтесь Ему. Ваша ситуация изменится. Вы больны? Прикоснитесь к Нему. Вы будете исцелены во имя Иисуса. Будьте благословенны во имя Иисуса. Как бы ни называлась эта болезнь, нет болезни, которую Иисус не может исцелить. Будьте исцелены во имя Иисуса. Верьте Ему. Верьте Ему. И ваши нужды будут услышаны во имя Иисуса Христа. Если вы во сне ели со стола ваших врагов, недоброжелатели со стола ваших врагов, будьте освобождены во имя Иисуса Христа. Будьте омыты кровью Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, брат. Что вы посоветуете всему миру? Мой совет всему миру – смотрите Emmanuel TV.